Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и это внеплановое видео, что только что случилось с биткоином. Мы видели огромное падение за пару минут вот здесь, после бычьего прорыва цены биткоина из этого паттерна. Почти достигнув этой вершины, биткоин резко обрушился. Это называется флэш-крэш на более чем 13% за несколько минут. В этом видео я расскажу вам, почему это случилось. Я поделюсь с вами своей теорией, а также объясню, почему это все равно не причина, чтобы становиться пессимистом и начинать топить за падение. Я покажу вам, что это огромное падение на самом деле ни на что не влияет глобально. Но я хочу показать вам оба сценария, чтобы быть максимально объективным. Хочу быть максимально честным с вами. Я ожидал прямого похода в золотой карман по Фибоначчи и уже потом ожидал увидеть подобный резкий обвал. Но это случилось раньше и совсем неожиданно для меня. Да, я рассматривал сценарий серебра, где тоже был флэш-крэш цены и в каком-то из своих видео я это говорил. Но честно говоря, я все равно не думал, что биткоин его повторит. Поэтому всем доброе утро. Надеюсь, ваш завтрак такой же вкусный, как и цена биткоина после флэш-крэша для того, чтобы дозакупиться. Так что же произошло? Во-первых, я хочу показать вам это на 15 минутке. Здесь мы видим, что цена биткоина формировала восходящий клин. То есть, когда каждый новый низ и пик цены находится все выше. И мы даже видели прорыв этой фигуры вверх. Казалось, что биткоин полетит to the moon. Но мы вернулись обратно в клин, а затем и произошел этот огромный флэш-крэш. При этом до падения при формировании восходящего клина наблюдалось понижение объема. Классика. Я этого совсем не ожидал. Для меня это большой сюрприз. Но как же все-таки интересно. Мы видим, что вся эта огромная свеча и ее тень прорисовалась всего за 15 минут. С 12100 до 10500. За 5 минут практически с 12000 до 11. Минус 12% за 10 минут. Как это вообще возможно? Это возможно, если слишком много людей настроены очень оптимистично. Если слишком много лонговых позиций открыты в одно и то же время. Я, конечно, знал, что больших движений без коррекции не бывает. И мы это уже не раз видели. Но я не ожидал это увидеть до достижения первой цели по Фибоначчи. Многие сейчас спросят, а является ли это манипуляцией? Вполне вероятно. Но лично я так не считаю. Я думаю, что было слишком много лонговых позиций. И соблазн их ликвидировать был не меньшим. Тем не менее, все, кто торговал выход из этой фигуры и поставил стоп-лосс, хотя бы чуть выше точки входа, все равно остались в небольшом плюсе. Вывод. Всегда ставьте стопы. Кто не понимает важность стоп-лосса, скорее всего, был сегодня знатно ликвидирован. Вот поэтому у меня есть две части портфеля. Инвестиционная и трейдинговая. Инвестиционная всегда находится в рынке и, если что, компенсирует потери на трейде. Хотя, как вы, наверное, знаете, я делаю очень мало трейдов. Бывало даже до 5-6 трейдов за один год. Я вхожу в трейд только тогда, когда максимально уверен. Давайте поговорим о том, что это значит для цены биткоина на краткосроке. Во-первых, мы так и не выросли на высоту этого флага. Значит ли это, что коррекция еще не закончена? Возможно. Но я не вижу для этого никаких сигналов. Для меня все еще нет причин быть медведем. Во-вторых, посмотрите, каким идеальным было завершение этого флэш-крэша. Две основные линии сопротивления, которые тянулись более двух лет, были протестированы и после теста стали поддержкой. Я говорю об этой глобальной линии сопротивления, черная линия, и об уровне 10,5 тысяч долларов, который весь 2019 год и почти весь 2020 был сопротивлением. Сегодняшний резкий обвал цены биткоина не смог пробить ни одну из этих линий. Это очень позитивный сигнал, по моему мнению. Это не время быть медведем. Много кто сейчас может запаниковать, начинать продавать. Это право этих людей. Но я никак не могу шортить, когда я вижу, как две огромные глобальные линии сопротивления превращаются в поддержку. Я уверен, ближайшие 12-18 месяцев это будет то, ради чего я терпел эти три года. Ради чего я поддерживал вас в трудную минуту. Ради чего вы поддерживали меня. Поэтому я остаюсь очень позитивным в случае, если цена биткоина остается выше этих трендлайнов. Но если все-таки случится, что цена биткоина упадет ниже этих трендлайнов, скорее всего, биткоин отправится закрывать гэп на 7 фьючерсах. Видите, вот здесь диапазон от 9600 до 9900 не закрыт. Но я думаю, что этот гэп может оказаться незаполненным уже навсегда. Если биткоин все-таки упадет ниже 10,5, только тогда он сможет закрыть этот гэп. Попробовать закрыть этот гэп. Но давайте я еще раз подчеркну. Я никак не отреагировал на этот флэш-крэш. Вообще никак. Я не изменил своему позитиву. Я не запаниковал и мне не стало страшно. Я уже таких резких обвалов навидался. Чего только стоил мартовский обвал, после которого сегодняшний просто ни о чем. Что я тогда сказал? Это график биткоина в паре с долларом. Вы спросите, а что это за график-то такой? Да это обычный график, только инвертированный. Ну и я поставил 4-х часовые свечи. Как вы видите, получился самый что ни есть параболический рост. А зачем я вам это показываю? Вы точно знаете, чем заканчивается параболический рост. Не так ли? После параболического роста цена всегда разворачивается и падает вниз. Как, например, здесь. Или вот здесь. Много есть примеров. Так вот, когда происходит наоборот, не параболический рост, а параболическое падение, что мы знаем? Что оно тоже закончится. Но не падением, как в случае с параболическим ростом, а ростом. Параболический рост заканчивается падением. Параболическое падение заканчивается ростом. Так почему же люди так напуганы? Потому что не умеют в состоянии паники видеть перспективу. Не могут взглянуть на ситуацию под другим углом, чтобы увидеть, что это не конец света. Не паникуйте. Все будет хорошо. А меня тут богатейший Ди. Поставьте лайк под это видео. Давайте наберем 4 тысячи лайков. Я знаю, что это очень много, но всегда нужно ставить себе какие-то цели. Увидимся вечером в полноценном выпуске. До скорого.